Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 24 июля, Православная Церковь совершает воспоминания чуда великомученицы Ефимии Всехвальной, им же православие утвердися. Святая великомученица Ефимия совершила мученический подвиг в городе Халкидоне в 304 году во время гонения воздвигнутого на христиан императором Диоклетианом. Полтора столетия спустя, когда христианская церковь стала господствующей в Римской империи, Бог сподобил Всехвальную Ефимию вновь явиться особенной свидетельницей и исповедницей чистоты православного учения. В 451 году в городе Халкидоне в церкви, где почивали прославленные чудесами мощи святой великомученицы Ефимии, происходили заседания Четвертого Вселенского Собора. Собор был созван для определения точной формулировки догмата православной церкви о природе Бога-человека Иисуса Христа, что было необходимо ввиду широко распространившейся ереси монофизитов, которые, вопреки православному учению о двух природах Иисуса Христа, божественной и человеческой, ложно утверждали в нем одну природу, божественную, внося в церковь смуту и раздоры. На соборе присутствовали 630 представителей от всех поместных христианских церквей. Со стороны православных в соборных деяниях принимали участие святитель Анатолий, патриарх Константинопольский, святитель Ювеналий, патриарх Иерусалимский и представители святителя Льва Папы Римского. Монофизиты присутствовали в большом количестве во главе с Диаскором, патриархом Александрийским и Константинопольским архимандритом Евтихием. После долгих прений стороны так и не смогли прийти к согласному решению. Тогда святой патриарх Константинопольский Анатолий предложил собору предоставить решение церковного спора Духу Святому через его несомненную носительницу Святую Ефимию Всехвальную, у чудотворных мощей которой происходили соборные прения. Православные святители и их противники написали свое исповедание веры на отдельных свитках и запечатали своими печатями. Открыли гробницу святой великомученицы Ефимии и оба свитка положили на ее груди. Потом в присутствии императора Маркиана участники собора закрыли гробницу, приложили к ней императорскую печать и поставили стражу на три дня. В эти дни обе стороны наложили на себя строгий пост и совершали усиленные молитвы. Через три дня патриарх и император в присутствии всего собора открыли ковчег с мощами. Свиток с православным исповеданием святая Ефимия держала в правой руке, а свиток еретический лежал у ее ног. Святая Ефимия, как живая, подняла руку и подала свита к патриарху. После этого чуда многие из уклонившихся приняли православное исповедание, а упорствовавшие в ереси были преданы соборному осуждению и отлучению. В седьмом столетии после нашествия персов мощи святой Ефимии были перенесены из Халкидона в Константинополь, во вновь построенную церковь, посвященную ее имени. Через много лет, в период иконоборческой ереси, ковчег с мощами, святой по оповелению императора иконоборца Льва Исавра, был брошен в море. Из моря ковчег был взят братьями, корабельщиками, Сергием и Есергоном, которые передали его местному епископу. Святитель повелел хранить святые мощи тайно, под спудом, так как иконоборческая ересь продолжала свирепствовать, но все же над мощами была сооружена небольшая церковь, а на ковчег была положена доска с надписью, поясняющей, чьи мощи покоятся в нем. Когда иконоборческая ересь была окончательно осуждена на Святом Седьмом Вселенском Соборе 787 года при святителе Тарасии, патриархе Константинопольском и при императоре Константине 6-м, и матери его, святой Ирине, мощи святой великомученицы Ефимия Всехвальной были вновь торжественно перенесены в Константинополь. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Равноапостольной Ольге, великой княгине российской, во святом крещении Елены. Празднуется обретение мощей священомученика Иллариона, архиепископа Верейского, мученика Кендея Пресвитера. Совершается празднование Ржевской или Оковецкой и Барколобовской иконам Божией Матери. Все, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!